Здравствуйте, дорогие друзья! Несколько дней назад, 16 августа, мы отметили день рождения Юрия Николаевича Рейриха, известного ученого, сделавшего огромный вклад в мировое и отечественное востоковедение. Многие труды Юрия Николаевича посвящены изучению истории и культуры Центральной Азии. Наша сегодняшняя встреча отчасти продолжит тему, с которой были связаны научные интересы и изыскания Юрия Николаевича. И эта тема связана с Центральной Азией и ее историей. Сам пример Юрия Николаевича, этого великого человека, бесконечно преданного поискам истины, преданного любимой науке, очень многих подвиг к изучению Востока. Одним из таких исследователей была наша современница Маргарита Николаевна Вал, талантливый ученый-лингвист, кандидат филологических наук, много лет отдавшая работе в Институте истории, филологии и философии Сибирского отделения Академии наук СССР, которую возглавлял академик Алексей Павлович Окладников. Решающим моментом в ее жизни стала встреча в 1984 году со Святославом Николаевичем Рерихом. Она писала, «Те новые идеалы, которые несли Рерихи людям своей деятельностью, окончательно определили мои интересы и жизненные ориентиры. Неумолимо врывался Восток. Он не был для меня чуждым явлением, но в мою жизнь входил иной Восток. Это был Восток Юрия Николаевича, Центральная Азия, Тибет, Калачакра. Это была Шамбала Николая Константиновича и его Гималайи. Это была древнейшая пламенная мысль Индии на полотнах Святослава Николаевича. Это были письма из Гималаев Елены Ивановны». Работы Николая Константиновича и Юрия Николаевича Рерихов обусловили глубокий интерес Маргариты Николаевны к истории восточных народов, их языкам, религиозным и культурным ценностям и стали главными темами ее научных исследований. Она самостоятельно начала изучать китайский, тибетский, санскрит, хинди, арабские языки. Маргарита Николаевна неоднократно выступала со своими докладами на мероприятиях, проводимых Сибирским Рериховским обществом. В издательстве Латвийского Рериховского общества и под редакцией Нелли Раде и Алвилса Хартманиса вышел сборник лекций и докладов Маргариты Николаевны «Вал», а также воспоминания о ней под названием «Очарование Азии». Маргарита Николаевна – одаренный лингвист и неутомимый исследователь в самых разнообразных областях изучения истории Сибири и народов, населяющих огромные территории, простирающиеся от Тяньшани и Памира до Венгерской долины. Окончив в конце 50-х годов факультет иностранных языков Томского педагогического института, она поступает в аспирантуру, где учится под руководством профессора Андрея Петровича Дульзона, основателя школы изучения языков и культуры коренных народов Сибири. В статье «Памяти учителя» Маргарита Николаевна с теплотой и благодарностью озывается о своем научном наставнике, о незабываемом времени, проведенном в экспедициях. У профессора Дульзона она защищает кандидатскую диссертацию. Несколько работ Маргарита Николаевна посвятила проблемам кетского языка. Написаны они были в соавторстве с лингвистом Игорем Александровичем Канакиным. Разработанный ими новый неординарный подход к изучению языка вызвал тогда в 80-е годы оживленные дискуссии в среде ученых-лингвистов. Маргарита Николаевна в то время занимала должность заведующей кафедрой иностранных языков Института истории, филологии и философии Сибирского отделения Академии наук СССР. Руководила институтом академик-окладников. Одна из статей сборника посвящена Алексею Павловичу. В 1989 году по стечению обстоятельств Маргарита Николаевна вместе с родителями переезжает в Германию, становится там членом Рериховского общества и сразу начинает активную деятельность на поприще культуры. В библиотеке города Вольсбурга она организует выставку репродукций картин Николая Константиновича Рериха, читает лекции о его творчестве, а также о творчестве Рихарда Яковлевича Рудзитиса, об искусстве, культуре народа в Сибири. Отдельные лекции опубликованы в сборнике. Поражает круг общения Маргариты Николаевны. Она была знакома и дружила со многими известными лингвистами, археологами, этнографами, историками, общественными деятелями. Круг ее друзей был огромен, как в России, патриоткой которой она была до конца своих дней, так и в Америке, Канаде, Израиле, Австрии и Германии. В сборник также вошли воспоминания о встречах со Святославом Николаевичем Рерихом, Натальей Дмитриевной Спириной, Кэтрин Кэмпбелл и Ингеборг Фричи, Гунте Рудзити. Многих участников Рериховского движения она знала лично. Особо хочется отметить статьи Маргариты Николаевны, посвященные научным работам Юрия Николаевича Рериха. Так в предисловии к статье по тропам Юрия Николаевича Рериха она пишет, Из многочисленных исследовательских троп Юрия Николаевича я выбрала тропу лингвистики. Его фундаментальный труд «История Средней Азии» прекрасно иллюстрирует исследовательские возможности лингвистики в сотрудничестве с другими областями науки, что я и попытаюсь показать на некоторых примерах, взятых из его книги. Интерес к скифской культуре актуален и в наше время. Только что вы прослушали выступление Маргариты Николаевны с кифой и кочевое единство степной Евразии. Этот очерк также вошел в сборник. Почти 20 лет Маргарита Николаевна сотрудничала с Сибирским Рериховским обществом. «На моих глазах рос музей», — говорила она, — «ведь я отношусь к тем счастливым людям, которые наблюдали строительство с самого начала. Я видела полную разруху этого здания и то, как оно преображалось в этот чудесный духовный и культурный центр». Но, конечно, она не только наблюдала, но и помогала, как могла, часто бывая в Новосибирске, активно участвовала в жизни музея. Маргарита Николаевна восхищалась жизненным подвигом Натальи Дмитриевны Спириной, возглавлявшая это грандиозное строительство и руководившей музеем. Очень тепло вспоминала о личных встречах с ней. Она выступала с докладами, проводила экскурсии. С содержанием одной из них читатель может познакомиться в статье «Тибет. Обитель вечных снегов», в которой она, помимо знакомства слушателей с культурой Тибета, описывает содержание некоторых картин Николая Константиновича, благодаря которым мир познакомился с притягательной духовностью Гималаев. Статья «Буддизм и его особенности» «Братство Грааля» привлечет внимание интересующихся восточной философией. Также в сборнике читатель найдет полезные рекомендации по проведению экскурсии, составлению докладов, статью о датах, связанных с жизнью Христа. Отдельный раздел сборника – дневники путешествий и экспедиции на Алтай в Забайкалье. Записи Маргариты Николаевна делала для себя, писала их так, как любила говорить в кругу друзей. Но в них так много интересного, и они так ярко дополняют образ Маргариты Николаевны, как увлеченной путешественницы. Завершает сборник небольшая подборка ее стихов. Все ее мысли и устремления последних лет были связаны с музеем, с Сибирью, как хочется домой, в мороз и солнечный прибой, где юность смеялась, легко расставаясь с любой обидой земной, где разум ужал и душой привязал к тебе, родная Сибирь. По словам издателей, сборником избранных работ Маргариты Николаевны нам хотелось бы воссоздать образ неутомимого многогранного ученого и духовного подвижника, удивительной женщины, прожившей яркую, насыщенную жизнь в неустанном устремлении к знаниям и красоте. Продолжение следует...